ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У запертых в домах кошек и рвущихся с цепи собак шансов выжить практически не было. Но волонтеры о них вспомнили. Как только пожар был локализован, не побоявшись обвалов и горячего пепла, хрупкие девушки мобилизовались и приступили к поискам. Те трупы, которые были, были фактически либо полностью обожженные, либо придавлены уже полностью. Потому что там и стены падали, и крыши падали, в основном дома деревянные. С момента трагедии прошло уже больше недели. Но волонтеры не оставляют надежду найти пострадавших животных. Каждый день приходят к месту пожара, не прекращая поиски даже ночью. Находили волонтеры и следы живодеров. После увиденного Ирина Степанова все еще не может прийти в себя. Коченки просто нанизаны на палку. Собаки более взрослые. Распоротые животы, снятые шкуры. Кошки на заборах висят. Животные, которым удалось обмануть языки пламени, очень напуганы. В стрессовом состоянии и кусали, и царапали спасательниц. Многие обожженные и искалеченные остались под завалами. Другие бродят в поисках пищи. А кто-то сидит на пороге разрушенного дома и преданно ждет хозяев. Хотя те иногда их и забывают. Например, этого малыша огонь пощадил, а хозяин бросил. Он выносил свои вещи, он у него путался под ногами. То есть он был жив-здоров, он бегал. После чего он вывез свои вещи, он закрыл ворота вместе с собакой. И вечером завалило собаку. Теперь у пса закрытая черепно-мозговая травма. Нарушена координация движений и сильный стресс. Он, как и большинство хвостатых погорельцев, направлен на лечение к доктору Кротову, который бесплатно принимает таких животных и даже оставляет в своей клинике на передержку. Они постоянно в потоке, идут, идут, одни уходят, другие приходят. Кого-то долечивание забирают, дома долечивают, кто-то у нас на сационаре. Процесс идет сам по себе. Нужно помочь, мы помогаем. Все просто. То, что мы взяли весь груз финансовый на себя, ну а почему нет? А кто за них еще заплатит? Ростовчане не остались равнодушны и к животным. К месту трагедии и в пункт приема пожертвований по адресу 3-я линия 49 привозят корм и медикаменты. Но мест для размещения хвостатых не хватает. Чтобы приютить кошку или собаку хотя бы на время, можно позвонить по телефону на экране. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Александр Подопригора, Дон-24, Ростов-на-Дону. Стрельба боевыми снарядами и вождение по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий. Такова программа учений танкистов 150-й мотострелковой дивизии на полигоне Кадамовский. Часть этой программы удалось выполнить и нашей съемочной группе. Танкисты должны уничтожить противотанковый гранатометный расчет, безоткатное артиллерийское орудие и, главное, едущий вражеский танк. Причем танк двумя снарядами. Два раза по танку и поразить каждую из этих целей. Выставляется оценка отлично. Хорошо, это два раза по танку и поразить одну из этих целей. Либо же один раз по танку и каждую цель поразить. И оценка удовлетворительная, это поразить обязательно тот же самый танк и одну из этих целей. Стреляют осколочно-фугасными снарядами. Это самые тяжелые, по 22 килограмма каждый. Первый свой выстрел, причем удачный, Никита Чеботарев сделал месяц назад. Считает, все мишени одинаковые и попасть по ним нетрудно. Расстояние у нас наводится с помощью прицела. Сосна-У. Это, получается, автоматический прицел. Там нет ничего сложного. У нас, грубо говоря, как компьютерная игра. Прицеливаешься, наводишься и стреляешь. За тебя все делает машина. Стреляют из танков Т-72Б3М. У него усовершенствованный стабилизатор вооружения. Введен автомат сопровождения цели, благодаря чему точность огня лучше базовой модели. На некоторых машинах установлен первый в мире тяжелый пулемет Корт. Чтобы водить танк, нужно пройти полугодовые курсы и получить удостоверение классного специалиста. Это и есть водительские права. Нам, как журналистам, дали возможность завести боевую машину, чтобы сравнить с обычной. Управлять танком так же, как и автомобилем. Все то же самое, только вместо руля рычаги. И из трех способов запуска – основной воздушный. Необходимо только включить массу для подачи питания. Место водителя достаточно комфортное, но второй человек сюда уже не поместится. Остальные члены экипажа сидят в других отсеках. Перед механиками-водителями пять препятствий. Первое – это колейный проход в минус взрывном заграждении. Второе препятствие – это участок маневрирования. Затем разорение рыва с проходом. Потом колейный, мост препятствия номер пять. Самое трудное – первое. Ехать надо на первой передаче, иначе не пройти. В экипаже три человека. Механик-водитель, наводчик-оператор, он же стрелок, и командир. А над ним по связи – комбат. Внимание, броня! Я вышка. Первый. Второй. Третий. Вперед! Евгения Слинкина, Юрий Санкин. Дон-24, Октябрьский район. Лапта, которую старательно развивают пролетарские, еще увереннее пойдет в гору. Ведь тренироваться мастера этой русской игры теперь смогут в современном комплексе. В райцентре открыт спортивный центр с универсальным залом. И что особенно радует любителей спорта – плавательным бассейном. Этот центр будет передан детско-юношеской спортивной школе, и тренировочный процесс выйдет на новый уровень. А значит, будем ждать новых чемпионов и рекордсменов из Пролетарска. Хотя заниматься здесь могут все желающие, возрастных ограничений нет. Особая гордость центра – это, конечно, 25-метровый бассейн. У нас нацелены сельские территории строить спортивные комплексы, которые охватывали бы жителей и давали бы возможность нашему молодому поколению развиваться в спортивном плане и вести здоровый образ жизни. В этом зале будут играть волейбол, баскетбол, мини-футбол и наш национальный вид спорта – лапту. Пролетарские юниоры успешно выступают в турнирах по мини-лапте и уже вышли на Россию. Мы уже там 6 лет выступаем, девочки у нас максимум вторые были, мальчики два раза выигрывали. Вот в том году вторые стали мы. Здесь, на юге, играем только мы и Краснодарский край. Нам было неудобно тренироваться, у нас не было спортзала для зимней лапты. Там были другие удары, там все другое, нам нужен был большой спортзал. И теперь благодаря этому спорткомплексу мы сможем тренироваться и больше убирать первых мест. Сразу после открытия спорткомплекс опробуют девушки волейбольным турниром. Соперницы из Сальска, Таганрога, Волгодонска, Астрахани, Калмыкии и сборная Ростовской области. Раньше мы занимались в шестой школе, это в зимний период, а летом мы занимаемся на стадионе. Теперь, когда открыли спорткомплекс, мы будем заниматься здесь. Мы очень рады, что его открыли. Мы будем стараться и достигать высших высот. В новый спорткомплекс вложено больше 130 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов. Галина Белоусова, Александр Подопригора, Дон-24, Пролетарск. Ленинскому району Ростова повезло. Именно там работает лучший электрик. Спецодежда его в полном порядке, инструмент нужный есть. А главное, он знает, как правильно и удобно электрически связать спальню и ванную. В финале конкурса профмастерства соревновались представители восьми районов города. Удостоверение старой формы, оно должно быть уже немножечко трудимым. Это реально? Да, это правила по охране труда в 15-м году они произведены. Комиссия поблажек не дает, осматривает все. Документы, инструменты, предупреждающие таблички и самого конкурсанта. От ботинок до защитной каски. К форме требования самые серьезные. Спецодежда это ботинки, куртка, брюки, нательное белье. Это все термостойко должно быть, потому что от воздействия электрической дуги защитить только этот костюм. Больше ничего. К следующему этапу после осмотра допустили всех. Тест заставил конкурсантов вспомнить школьную программу по физике. Тут вопросы и оправили буравчика, и элементарные даже для непрофессионала. В чем измеряется напряжение? И все-таки затруднения были и у опытных электриков. Каким прибором измеряется коэффициент мощности? И что вы отметили? Счетчики, я знаю, такие, которые измеряют коэффициент мощности. Победитель определился на последнем этапе. Основные баллы разыгрывались при удобной для жильцов запитки в ванной и спальне. Задача поставлена собрать схему на базе двух переключателей, двух светильников якобы, и сделать так, чтобы свет в ванной выключался у нас не только в ванной и включался, но еще и в спальне. С такой задачей многие уже сталкивались в работе. А лучше всех справился Алексей Поддубинский из Ленинского района. Он и схему собрал, и все меры безопасности учел. Он получит грамоту, признание общественное. Ну и для себя это определенный этап, определенная цель будет в том, что он самый лучший в городе. Главная задача конкурса – поднять престиж рабочих профессий. Екатерина Лободина, Евгения Нагорская, Юрий Санкин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. 218 тысяч жителей, 9 торговых центров, несколько рынков, 4 поликлиники, 21 детский сад, 18 школ, 4 спортшколы и единственная в городе детская школа искусств. Это цифры самого большого и в то же время самого молодого района Ростова – Ворошиловского. Наш следующий материал – прогулка по этому району. Люся уже несколько лет живет на территории этого торгового комплекса. Для животных прямо у входа даже построили бар, где в летнюю жару любой хвостатый может утолить жажду. И из таких милых мелочей и состоит общая картина мегацентра «Горизонт». Популярность его торговой галереи настолько высока, что владельцы решили расширяться. Строят новые торговые ряды, отель, парковку и, как утверждают, лучший киноплекс в стране на 13 залов с новейшим оборудованием. То оборудование, которое мы приобрели, те кресла, которые мы купили – это действительно направлено на создание высочайшего комфорта для наших посетителей и высочайшего уровня технологий показов, фильмов, которых доселе в России, наверное, нет. А по соседству один из лучших в стране – аквапарк. Аж 2О вошел в губернаторскую сотню инвестпроектов. Поэтому еженедельно здесь купаются не меньше 200 детей из малообеспеченных семей и сирот. Это все бесплатно, то есть это на сайте у нас размещено, любые люди могут обращаться. То есть для этого у нас предусмотрены эти программы. Не уступает по многофункциональности детский комплекс осьминожек. Здесь и водный, и канатный парк, и каток, и масса других развлечений. После активного отдыха надо подкрепиться. Идем на северный рынок. Город домашний, сметанка. Подходите, пробуйте, все вкусное. Валентина Сазонова торгует здесь не первые десяток лет. Не пугает и расстояние. Домашнюю молочку везет из больших солов. Ой, здесь хорошо. Здесь зимой тепло, летом прохладно. Очень хорошо здесь. А станет еще лучше. К основной части торговой галереи скоро добавится 30 тысяч квадратных метров. Будут новые павильоны, парковка, детские развлекательные и спортивные центры. Конференц-зал, а на крыше уютный ресторантик. Строительство второй очереди северного рынка сейчас в самом разгаре. В 2019 году, когда стройка будет завершена, с крыши 35-метрового здания откроется панорамный вид на все красоты Ворошиловского района. В середине 90-х трудно было представить, насколько преобразится Ворошиловский район. Уютные жилые комплексы, благоустроенные проспекты, новые парки, множество кинотеатров и торговых галерей. На инвестиционном совете, когда мы представляли свои инвестиции, закономерно возникает вопрос. Не слишком ли много внимания уделяем или создаем условия для развития индустрии отдыха? Наверное, нет, потому что самый большой район. Самый большой и все еще растет. Активно заселяется и застраивается новыми жилищными комплексами. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дану. На первую школьную линейку с портфелями и зонтами. Дню знаний синоптики обещают сильные дожди. Сегодня МЧС объявила штормовое предупреждение на 31 августа и 1 сентября. Оно грозит грозовыми ливнями, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Это актуально для западных районов области. Ростовы тоже прогнозируют осадки, но не слишком сильные. А вот похолодает повсеместно. Это уже первая портка холода проникла. Затем будет еще градусов на 5, поместится температура в дальнейшем. Грозовые тучи рассеются, но легкую облачность только к понедельнику. Редактор субтитров А.Семкин